В последнем сегменте данной лекции мы поговорим о некоторых особенностях наследования C++. Первая такая особенность — это возможность указать модификатор доступа при наследовании. Например, если есть некоторый класс A, то от него можно унаследоваться, указав модификатор доступа Public, можно указать модификатор доступа Private, и можно даже указать модификатор доступа Protected. При этом, если не указать модификатор доступа Явно, то он будет назначен по умолчанию, в зависимости от того, с каким ключевым словом определен данный класс. Это будет происходить аналогично тому, как это работает с модификаторами доступа для полей и методов в классах. То есть, если мы определим класс с ключевым словом struct, то по умолчанию будет использоваться public-наследование. Так же, как по умолчанию внутри класса определенных struct используется модификатор доступа public. А для классов, объявленных с ключевым словом класс, будет использоваться private-наследование. Как работает модификатор доступа? В случае с public-наследованием, собственно, со всем наследованием, про которое мы говорили до этого, я везде использовал ключевое слово struct, но не указывал модификатор доступа, поэтому все это наследование было public-наследованием. В случае с public-наследованием, любой код, который работает с производным классом, в данном случае с классом B1, знает о том, что этот класс унаследован от базового класса A. И значит, может вызывать все методы, которые унаследованы производным классом от базового, а также приводить указатели и ссылки на производный класс к указателям и ссылкам на базовый класс. То есть эта информация о том, что B1 является производной, она доступна всем. В случае с private-наследованием, информация о том, что, в данном случае, класс B2 унаследован от класса A, эта информация доступна только внутри класса B2. То есть только внутри класса B2 можно обращаться к методам, унаследованным от класса A, и только внутри класса B2 можно приводить указатели и ссылки на производный класс, на класс B2 указателям и ссылкам на базовый класс. И аналогично с protected-наследованием. Если класс B3 унаследован от класса A с модификатором доступа protected, то информация о том, что B3 является производным от A классом, она будет доступна внутри класса B3 и передаваться по наследству. То есть во всех производных от B3 классов будет возможность обратиться к методам, унаследованным от базового класса A, а также будет возможность привести указатели и ссылки на производные классы к указателям и ссылкам на базовый класс A. Важно отметить, что все наследование, про которое мы говорили, это было именно паблик-наследование, и именно паблик-наследование задает отношение наследования в терминах объектно-ориентированного программирования, То есть в терминах объектно-ориентированного программирования наследование соответствует паблик-наследованию C++. Private и Protected наследование задают похожие на наследование конструкции, но при этом в терминах OOP это не является корректным наследованием, так как не любой код может работать с производными классами через указатель ссылку на базовый класс. Если в каком-то месте программ вам вдруг потребовалось использовать Private или Protected наследование, то, скорее всего, вы хотите чего-то странного, и, скорее всего, в данном месте можно заменить Private или Protected наследование на агрегирование. Хотя случаются ситуации, когда мы хотим не только агрегировать некоторый класс, но и подменить его виртуальные методы. В этом случае действительно можно использовать Private или Protected наследование, и таким образом мы, с одной стороны, не добавим преобразования от производного класса к базовому классу для всего окружающего кода, но, с другой стороны, мы сможем агрегировать данные некоторого класса и заодно подменить виртуальные методы этого класса. Более-менее это единственный случай, когда стоит использовать Private или Protected наследование. В остальном Private или Protected наследование не нужно, и всегда используйте паблик-наследование. Продолжение следует...